Иногда любовь бывает односторонней. Неважно, насколько сильным мы хотим быть с этим человеком, для них мы являемся всего лишь другом. Они имеют право сделать выбор, и ничего плохого в этом нет. Конечно, все равно это будет для нас тяжелым ударом. Возможно, именно сейчас вы думаете, испытывает ли к вам какие-нибудь чувства человек, который вам нравится. Разделяют ли они вашу любовь и притяжение? Или чувства исходят лишь только с вашей стороны? Итак, мы выяснили 7 признаков того, что человек, который вам нравится, видит в вас только друга. Первый шаг всегда делаете вы. Вспомните все те моменты, когда вы вместе проводили время. Вы были инициатором каждый раз, только вы подавали знаки внимания, платили за поход в кафе и делали комплименты, пытались сблизиться. Делали ли они шаги в вашу сторону? Это может быть признаком того, что у них нет к вам романтических чувств. Вы вместе только в компании других людей. Удалось ли вам побывать наедине? Или все время есть кто-то другой вокруг? Возможно, это просто совпадение, но если вам ни разу не удалось побывать наедине, хотя бы пару часов, скорее всего, для этого человека вы всего лишь друг. Это не значит, что они не ценят вас, просто некоторые люди чувствуют себя более комфортно, находясь в компании друзей. Они рассказывают вам о том, кто им нравится. Иногда, конечно, люди говорят о тех, кто им нравится, с теми, кто нравится им. Тем самым они могут проверять, будете ли вы ревновать. Но в большинстве случаев это значит, что вы для них являетесь не более чем другом. Это не настолько ужасно, ведь люди делятся такими вещами только с теми, кому они на самом деле могут доверять. Они видят в вас хорошего слушателя, того, с кем можно поделиться. Поскольку они откровенно говорят вам о своих романтических связях, скорее всего, у них нет никаких чувств к вам. Вы были друзьями достаточно долго. Как давно вы знаете друг друга? Встретились ли вы недавно, или этот человек уже давно вам нравится? Говоря прямо, если вы знаете человека довольно долго, и у вас крепкие дружеские отношения, которые не переросли ни во что больше, скорее всего, это и не произойдет. А все потому, что люди не хотят разрушить крепкие дружеские отношения и потерять близкого друга. Конечно, существуют исключения из правил. Иногда люди, которые были друзьями много лет, вдруг осознают, что они безумно влюблены друг в друга. Но если вы не персонаж из романтической комедии, то такое маловероятно. Их язык тела говорит сам за себя. Даже если вам трудно читать язык тела, это довольно просто понять, если вы нравитесь человеку или нет. Мы затрагивали тему языка тела в других наших видеороликах. Это очень интересная вещь. Обратите внимание на то, использует ли человек, который вам нравится, открытый язык тела. Например, ладони должны смотреть открытой стороной, а ноги не быть скрещены. Примерами закрытого языка тела является крепко прижатая к телу сумка, скрещенные руки и отсутствие зрительного контакта. А также человек, который вам нравится, может найти оправдание, чтобы пойти на физический контакт с вами, если вы им нравитесь. Если человек не показывает открытый язык тела и не идет на контакт, то, скорее всего, вы им не интересны, как партнер. Вам неловко делать комплименты и одолжения этому человеку. Как бы мы ни старались, мы не можем скрывать наши эмоции, когда мы рядом с человеком, который нам нравится. Мы очень хотим им сделать комплимент или одолжение. Но если человек, который нам нравится, видит нас лишь как друга, это делает наши комплименты и одолжения безумно неловкими. Неважно, насколько хороши ваши романтические жесты, показывая их, вы приступаете черту между дружбой и любовью. Очень важно знать, когда вы заставляете человека, который вам нравится, чувствовать себя неловко. Если вы для них всего лишь друг, вы сможете это разглядеть. Нет ничего плохого в том, чтобы быть просто друзьями. И давайте закончим это видео на позитивной ноте. Это нормально, что человек, который вам нравится, не испытывает тех же чувств к вам. Вам будет неприятно осознавать этот факт, но важно уметь смотреть на вещи с другой стороны. Нам всем нужны крепкие дружеские отношения. Друзья обычно остаются в нашей жизни дольше, чем девушка или парень. Не уделяйте внимания всей этой чепухе вокруг френд-зоны и как это ужасно оказаться в ней. Это всего лишь другой вид отношений. Настолько же крепкие, как любовные. Даже иногда и крепче. Так что не нужно отвергать человека, который вам нравится и хочет остаться друзьями. Вместо этого примите вашу дружбу такой, какая она есть и посмотрите, во что она выльется. Итак, что вы думаете об этом? Настолько ли плохо быть во френд-зоне? Оставьте ваши мысли в комментариях. Перевод Алексей Кулешов Озвучил Инкор Кадит Корректор А.Кулешова Озвучил Корректор А.Кулешова Корректор А.Кулешова